Здравствуйте! Лев Николаевич Толстой был, пожалуй, одним из самых известных студентов Казанского университета. И действительно, те годы, которые он провел здесь, в Казани, самые важные в его жизни, потому что это годы молодости, годы становления. Хотя, к сожалению, мы мало о них знаем, потому что даже в последних биографиях Толстого всего несколько страниц посвящены этим очень важным годам его жизни. Но именно в Казанском университете начинаются научные исследования Толстого, потому что еще в 1894 году, представляете, еще при его жизни, Николай Павлович Загозкин, профессор университета, одно время бывший его ректором, публикует статью, которая посвящена была студенческим годам Толстого. А потом появляются воспоминания о нем, как о студенте. И сам Толстой тоже очень много рассказывал своим биографам о казанских годах. И вот в 1928 году, к 100-летнему юбилею Толстого, здесь, в Казанском университете, печатается сборник, который называется «Великой памяти Льва Толстого». А потом появляется книга, вот эта книга тоже профессора, казанского профессора Ефима Григорьевича Бушканца «Юность Льва Толстого. Казанские годы». И теперь, в этом году, мы отмечаем 190 лет со дня рождения Толстого, и этот год у нас в Республике, в Казанском университете, объявлен годом Толстого. Именно поэтому Институт международных отношений совместно с телевидением Казанского университета «Универтв» организовал для вас цикл лекций. Лекции будут читать крупнейшие специалисты по творчеству Толстого, по биографии Толстого со всего мира. И не случайно цикл называется «Словисты России и мира о Толстом». Я надеюсь, что этот цикл будет интересным. По крайней мере, приглашать мы будем самых крупных мировых специалистов. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как Толстой оказался в Казани, как прошли его отреческие годы, и каким он образом оказался студентом Казанского университета, и как он стал студентом именно восточного разряда Казанского университета. Но дальше, вот с того момента, когда он становится студентом в 1844 году, дальше начинается множество легенд. И очень много говорят о том, каким нерадивым был студентом, как он с трудом переходил с курса на курс, говорят о том, как выгнали студента Толстого из Казанского университета за плохую учебу. Но на самом деле все это мифы, и реальность, как всегда, оказывается более сложной. Но так приятно думать, что гений был плохим студентом, что он был не лучше, чем мы с вами. Итак, в 1844 году, я напомню, он стал студентом восточного разряда. Но восточные языки его мало интересовали, и это тоже понятно, потому что ему было всего 16 лет, языки достаточно сложные, и на занятиях Толстой появлялся достаточно редко. С трудом достаточным он сдал те экзамены, которые были зимой, они назывались репетициями, и подошел к тем годовым экзаменам, которые были в мае. И вот оказалось, что до этих годовых экзаменов его не допускает злой, известной своей жесткостью, своей принципиальностью профессор истории Иванов. Причем формулировка звучит так, заполненной неспособностью к истории. Именно такая формулировка сохранилась в протоколе заседания совета факультета, и именно поэтому Толстой просто не сдает экзамен этому профессору и не был перепущен на следующий курс. Что же произошло? Николай Павлович Загозкин, который издал первую статью о Толстом студенте Казанского университета, в руках которого были ведомости, очень многие документы, которые сейчас исчезли, и их нет в наших руках, Загозкин полагал, что это связано прежде всего с нерадивостью Толстого, и, конечно, как профессор университета и человек, который был одно время его ректором, он защищал университет от Толстого. На самом деле, как я уже сказала, ситуация была более сложной. Иванов был очень образованным человеком. Это был один из тех людей, которые первые способствовали распространению идеи Гегеля в России. И в то же время человек был крайне непорядочный, человек был злобный, человек очень карьерный. И сохранились воспоминания о том, как он любил топить студентов, как он любил топить тех людей, как мы сейчас говорим слово «топить», тех людей, которые защищали, например, магистиевскую диссертацию. И делал он это несправедливо удергивая цитаты, задавая недопустимые совершенно интонации вопросы. И он очень любил унижать других людей, когда они оказывались вот в этой зависимой от них ситуации. И, кроме того, в XIX веке, видимо, была такая традиция, что профессора университета могли сдавать комнату студентам университета, но за это они помогали им в сдаче каких-то работ и экзаменов. Дело в том, что жалование профессора университета было не очень большим, иногда даже меньше, чем у преподавателя гимназии. То есть вот такой вот был способ дополнительного заработка. Иванов был дальним родственником Толстых. Он женился на представительнице рода Толстых, и студенты-аристократы его настолько не любили, что во время венчания закидали чуть ли не тухлыми помидорами. Иванов, конечно, этого не простил. Поскольку он сам происходил из мещанского сословия, то студентам-аристократам он всегда мстил. И вот, видимо, Толстой на какое-то время переехал жить к Иванову как дальнему родственнику и профессору университета в соответствии вот с этой сложившейся традицией. Поскольку и сам Толстой был человеком очень сложного характера, и человеком очень неуживчивым, и любящим справедливость, и не терпящим вообще никаких унижений, и Иванов тоже был человеком со сложным характером, который, наоборот, любил очень унижать, то, конечно, их отношения не сложились, и Толстой, видимо, вернулся жить снова к тетушке. Но Иванов затаил обиду. И, конечно, именно поэтому и прежде всего поэтому студент Толстой не посещал его лекции. Воспользовавшись этой ситуацией, Иванов не допустил Толстого к экзамену по всемирной истории, как я уже сказала, с формулировкой за полной неспособностью к истории. Свою обиду Толстой сохранил до конца жизни. Уже много позже в статье «Воспитание и образование» он писал о том, что экзамены — это грубый произвол со стороны преподавателей и грубый обман со стороны студентов. К сожалению, университетская система с необходимостью полугодовых экзаменов, с обязательным посещением занятий, это было в XIX веке, это и сейчас происходит именно так, большей частью действительно является с одной стороны произволом, а с другой стороны обманом. И как преподаватель я грустно должна с Толстым согласиться. И Толстой много раз говорил, это было уже даже в 900-е годы, то есть посмотрите, сколько лет, более 60 лет прошло со времени учебы Толстого университета, он говорил своим биографам о том, что он не был перепущен на следующий курс из-за грубого произвола одного из профессоров. И в повести «Юность» сохранился вот фрагмент, видимо, написанный на основе собственных воспоминаний, как раз связанный с этой обидой. Николин Картенев приходит сдавать экзамен злому профессору, страшному профессору, он сдает ему, правда, латинский экзамен. И еще с первого экзамена все с трепетом рассказывали про латинского профессора, который будто бы был какой-то зверь, наслаждавшийся гибелью молодых людей, особенно своекошных, то есть студентов-аристократов, которые сами платили за свое обучение, и говоривший будто бы только на латинском или греческом языке. Сначала экзамен сдает некий Иконин, который пользуется благосклонностью страшного профессора, и что бы Иконин ни говорил, страшный профессор его поддерживает. Видимо, Иконин как раз у него жил, и, соответственно, страшный профессор получал от него некие деньги. Впоследствии я узнал, что латинский профессор покровительствовал Иконину, и Иконин даже жил у него. Далее приходит черед нашего героя, Николин Картенева. Он садится, вернее, он подходит к нему, потому что чаще всего экзамен сдавали стоя перед профессором, я оговорилась. Сидит, сдает экзамены сейчас наши нынешние студенты. После ухода Иконин, он верных минут пять, которые мне показались за пять часов, укладывал книги, билеты, сморкался, поправлял кресла, разваливался на них, смотрел в залу, по сторонам и повсюду, но только не на меня. Все это притворство показалось ему, однако, недостаточным. Он открыл книгу и притворился, что читает ее, как будто меня вовсе тут не было. Я подвинулся ближе и кашлял. Ах, да, еще вы? Ну, переведите что-нибудь, сказал он, подавая мне какую-то книгу. Да нет, лучше вот эту. Он перерыв стал книгу Гораций и развернул мне ее на таком месте, которое, как мне казалось, никто никогда не мог бы перевести. Я этого не готовила, сказал я. Кое-как я стал добираться до смысла, но профессор на каждый мой вопросительный взгляд качал головой, вздыхая, отвечал только нет. Наконец он закрыл книгу так нервически быстро, что захлопнул между листьями свой палец. Сердито выдернув его оттуда, он дал мне билет из грамматики и, откинувшись назад в кресло, стал молчать самым зловещим образом. Я стала была отвечать, но выражение его лица сковало мне язык. И все, что бы я ни сказал, мне казалось не то. Не то, не то, совсем не то, заговорил он друг своим гадким выговором, быстро применяя положение, облокачиваясь об стол и играя с золотым перстнем. Так нельзя, господа, готовиться в высшее учебное заведение. Вы все хотите только мундир носить с синим воротничком. Верховно хватаетесь и думаете, что вы можете быть студентами. Нет, господа, надо основательно изучать предмет и так далее, и так далее. Во все время этой речи я с тупым вниманием смотрела на его потупленные глаза. Сначала мучило меня разочарование не быть третьим, потом страх вовсе не выдержать экзамена. И, наконец, к этому присоединилось чувство сознания несправедливости, оскорбленного самолюбия и незаслуженного унижения. Последняя фраза профессора, сказанная при постороннем человеке, который смотрел на меня так, как будто бы тоже говорил, да, вот видите, молодой человек, окончательно смутило меня. Была одна минута, когда глаза у меня застлало туманом. Страшный профессор со своим столом показался мне сидящим где-то вдали. И мне со страшной, досторонней ясностью пришла в голову дикая мысль, а что если, что из этого будет? Но я этого почему-то не сделал. А напротив, бессознательно, особенно почтительно поклонился обоим профессорам и слегка улыбнувшись, кажется той же улыбкой, какой улыбался Иконин, отошел от стола. Несправедливость это до такой степени сильно подействовала на меня тогда, что ежели бы я был свободен в своих поступках, я бы не пошел больше экзаменоваться. Я потерял всякое честолюбие и остальные экзамены, я спустил бы всякого старания и даже волнения. Так что вот эта обида в юности как раз очень хорошо воссоздана. После того, как Толстой не перешел на следующий курс, перед ним и перед тетушкой, конечно же, стал вопрос, что делать дальше. Они уезжают на лето в Паново, и Толстой писал Йоргольской в Ясную Поляну о том, что он решил переменить факультет и переходит на юридический факультет, потому что видит в этом больше возможностей для применения практических знаний на практике. Это удивительная черта Толстого, и она появилась в нем уже тогда, вот в юности. Он очень хорошо понимал, что писатель, а, видимо, писатель уже зрел в нем, должен очень хорошо знать жизнь. И случайно позже он говорил, что писатель должен подниматься на самые верши до человеческого духа и опускаться в самый низ, чтобы знать, о чем он пишет. И вот стремление понять и познать жизнь оно в нем уже тогда возникает. И он чувствует, что юридический факультет даст ему для этого больше возможностей. И вот он переходит на юридический факультет, и первый год, надо сказать честно, он учится даже неплохо. По крайней мере, из половины, по крайней мере, из тех студентов, которые перешли с первого курса на второй, перешла только половина, и Толстой оказался вот в их числе. Этот успех на первом курсе юридического факультета Загозкину, например, показался немного загадочным. Он не понимал, каким образом вот такого рода шалопай, как Толстой, мог это сделать. Но Толстой отнюдь не был глупым человеком. И, видимо, юридические предметы его гораздо больше интересовали. И, видимо, он начинает более-менее заниматься. Но переход Толстого и его учебу на юридическом факультете совпали с очень важными событиями в жизни университета. В университет приезжает целый ряд молодых преподавателей. Приезжают они из Петербурга и привозят с собой новые веяния. Один из них — юрист Дмитрий Иванович Мейер. В университете всегда, в любом университете, даже в очень хорошем университете, бывают преподаватели замечательные, а бывают рядовые, а бывают еще и плохие преподаватели. И, конечно, как повезет студенту встретиться с подлинным педагогом или не очень. Вот Мейер оказался действительно удивительным педагогом. Уже первые его лекции привлекли внимание студентов. Мейер приглашал студентов домой, давал им книги. Это было удивительно совершенно. Он ходил в те же трактиры, в которых бывали студенты. Это удивительно в том числе и потому, что общение между профессорами и студентами, ну вот кроме тех случаев, о которых я сказала чуть раньше, это общение не приветствовалось. И более того, даже в аудиториях, в которых шли занятия, было два входа. Один вход для студентов, и инспектор студентов контролировал, чтобы студенты не опаздывали на занятия. В случае опоздания студент мог оказаться в карцере. И второй вход был для профессора. Чаще всего кафедра и пространство профессора даже были отделены балюстрадой. Я еще помню такие аудитории в главном здании университета. В моей молодости вот эти балюстрады еще были сохранены. И вот Мейер общался с студентами, приглашал их домой, давал им читать отечественные записки. И вокруг Мейера сложился молодой круг, круг молодых студентов. И это были разночинцы, совершенно новые, необычные для Толстого люди, потому что до этого он считал, что общаться можно только с аристократами, то есть с теми, кто ведет себя и выглядит камильфо, то есть соответствующим образом. И вот Толстой оказывается в этом круге. И он знакомится с новыми для себя именами, знакомится с новыми для себя книгами. И Мейер принимает у Толстого экзамен. Сохранились воспоминания студента Пекарского, потом, кстати, достаточно известного журналиста. И Пекарский записал в своих воспоминаниях свой разговор с Мейером. Толстой получил на его экзамене два. Это была положительная оценка, поскольку отрицательная оценка была только единица. И Мейер сказал, знакомы ли вы со студентом Т? Да, ответил Пекарский. У него удивительно умные глаза. Жаль, если бы из него ничего не получилось. И это удивительно, это как раз черта хорошего педагога, увидеть потенциал студента, увидеть его возможности, даже при не очень хорошо сданном экзамене. И вот через Мейера, через Пекарского, прошу прощения, Мейер дает Толстому самостоятельную работу. Мы бы сейчас назвали ее курсовой работой. Она сохранилась. Сравнить дух законов Монтескью, великого французского просветителя, и наказ Екатерины II, то есть ее представление о том, какими должны быть законы в Российской империи. И Толстой начинает эту работу, он увлекается ею, и потом он сказал об этом, что, занимаясь этой работой, он впервые познал радость самостоятельного умственного труда. Вот это дорогого стоит. Это то, на самом деле, ради чего существует университет. Он существует не ради знаний, которые можно получить по книгам. Он существует не ради, ну, просто какого-то молодого дружеского общения. Университеты существуют для того, чтобы можно было научиться получать удовольствие от умственной работы и научиться заниматься этой умственной работой. Вот именно это, благодаря Мейеру, произошло молодым Толстом, когда он был студентом второго курса юридического факультета. И вот эта работа привела к тому, что Толстой начинает работать над собой. Конечно, мы не можем сказать, что все это произошло только благодаря Казанскому университету. Конечно, идея нравственного самосовершенствования, она внутренне была свойственна Толстому. Это то, что проросло в нем и выросло в нем, но большую роль в том, что это сформировалось, конечно же, Казанский университет и общение с Мейерами, со молодыми друзьями, конечно же, все это сыграло свою роль. И вот Толстой, во-первых, благодаря своим молодым друзьям, приходит к своим первым открытиям. В повести «Казаки» есть такой герой Оленин, и сохранились черновики к этой повести. И вот Оленин едет на Кавказ после того, как он оставляет университет. В окончательную редакцию повести эти фрагменты не вошли, но в черновиках мы, безусловно, угадываем самого Толстого. И вот какие же открытия делает Оленин в университете? Оленин не был одинок, пишет Толстой. Товарищи по университету делали такого же рода открытия и сообщали их. Оленин с жаром молодости предался этим открытиям, все расширяя и расширяя их поприще. И ему стали открываться необыкновенные вещи. Какие открытия совершает Оленин и его товарищи? Что наше государственное устройство есть ложь. Что религия есть сумасшествие. Что наука, как ее преподают в университете, есть дичь. Что сильные миры сего большей частью идиоты или мерзавцы, несмотря на то, что они владыки. Что свет есть собрание негодяев и распутных женщин. И что все они дурны и глупы. И еще и еще все ужаснее открывались вещи. Но дальше Толстой пишет. Как хорошо, что в первой молодости можно жить разными сторонами своей души. И Оленин тоже жил разными сторонами своего существа. Дальше цитирую. Ум давно объяснил ему, что генерал-губернатор есть идиот. А он все-таки изо всех сил желает, чтобы его рука была пожата рукой генерал-губернатора. Но дело в том, что в повести о Ленин был студентом Московского университета. В Казани был только военный губернатор. Ум доказал, что свет есть уродство. А он с треском и трепетом и волнением входит на бал и ждет, ждет чего-то волшебного счастливого от этого ужасного света. Профессора наши говорят только вздор. И этот вздор он жадно всасывает в себя и на том строит дальнейшие скептические рассуждения. Игра, любовь, все это сумасшествие. И он отдается этому сумасшествию. Так для Ленина все эти осужденные им приманки имели власть, от которой он и не думал отделываться. И только чем больше отдавался одной из них, тем больше осуждал его. Вот вслед за этими первыми открытиями в Толстом возникает желание изменить себя, повлиять на себя, работать над собой. И он начинает вести разного рода записи. Ну, мы считаем, что Толстой на протяжении всей своей жизни вел дневник, об этом мы скажем чуть позже, и что у нас есть более 10 томов дневника практически энциклопедического формата в 90-томном собрании сочинения Толстого. На самом деле у Толстого на протяжении жизни было много разных записей, много разных дневников. И вот такого рода записи, которые были связаны со стремлением работать над собой, они тогда назывались франклиновские дневники в честь первого американского президента, который еще в молодости поставил перед собой задачу работать над собой и вел дневник и вообще разные записи, чтобы контролировать этот процесс. И вот это было модно среди молодежи и Толстой начинает тоже разного рода записи. Вот первые его записи это дневник ежедневных занятий. Это условное название, так сам Толстой не называл эти записи, это название было дано позже исследователями, биографами. И вот Толстой, например, слева записывает заниматься римским правом. Справа не выдержал, катался на коньках на Черном озере. Слева заниматься энциклопедией права. Справа не выдержал, читал Диккенса. Слева заниматься английским языком. Справа пришел Берви. Берви, который позже печатался по обседанию Флеровский и тоже был известным публицистом середины второй половины 19 века. Но периодически рядом появляются записи. Выполнил, занимался, читал и так далее. Следующий этап это были правила жизни. Вот тогда в молодости Толстому казалось, что можно ставить перед собой определенные задачи, научиться их выполнять и контролировать свою жизнь с помощью разума. Позже он поймет, что это ошибка, что жизнь неконтролируемая. И потом, когда он будет писать роман «Война и мир», то там возникнет мысль о том, что жизнь есть река. И ни одна попытка построить свою жизнь по правилам не удастся, например, любимому герою Толстого Пьеру Безухову. Но в молодости ему казалось, что можно записать для себя определенные правила и можно их реализовать. И вот в юности у нас тоже есть рассказ, и тоже, безусловно, это собственный опыт Толстого. Глава пятая, она так и называется, правила. Я достал здесь бумаги и прежде всего хотел приняться за расписание обязанностей и занятий на будущий год. Надо было разлинивать бумагу, но так как линейки у меня не нашлось, я употребил для этого латинский лексикон. Кроме того, что я, проведя пером вдоль лексикона и потом отодвинув его, оказалось, что вместо черты я сделал по бумаге продолговатый лужу чернил, лексикона не хватало на всю бумагу и черта загнулась по его мягкому углу. Да, мы можем себе вот так вот представить, вот вниз, вот так вот ушла линия. Я взял другую бумагу и, передвигая лексикон, разлинивал кое-как. Дальше Толстой скажет, как хорошо обычно выходят на бумаги и как жаль, что никогда не реализуется в жизни так же правильно, как хотелось бы. Я взял другую бумагу, разлинивал и разделил свои обязанности на три рода. На обязанности к самому себе, к ближним и к Богу. И начал писать первое, но оказалось, их так много и столько родов и подразделений, что надо было прежде написать правила жизни, а потом уже приняться за расписание. Я взял шесть листов бумаги, шил тетрадь и написал сверху правила жизни. Эти два слова были написаны криво и неровно, так что я долго думал не переписать ли. И долго мучился, глядя на это испорченное расписание и уродливое заглавие. Потом я спрятал тетрадь стол, посмотрел в зеркало, причесал волосы к верху, что, по моему убеждению, давало мне задумчивый вид и сошел в диванную, где, так сказать, его уже ждали. Но и в Казани Толстой, видимо, точно так же взял листы бумаги, сложил их, разделил на правила по отношению к Богу, к людям, к себе и так далее. И начал писать эти правила. Среди этих правил есть очень простые. Например, если тебе мешают, то не стесняйся сказать об этом. Это понятно, потому что постоянно приходили гости, тот же самый Берви, который мешал, и поэтому нужно было уметь сказать об этом. Но были правила более сложные. Одно правило, например, звучало так. Читай и думай всегда громко. Конечно, метафорически, но это очень важно, потому что гений, если он хочет чего-то добиться в этой жизни, должен быть смелым человеком. И эта смелость, это умение преодолевать какие-то ограничения, это и есть читай и думай всегда громко. Были правила, например, такие, имей цель, план для каждого года своей жизни, месяца, дня, часа и даже каждые минуты. Вот через какое-то время правил стало так много, что пришлось записать еще одно правило. Не придумывать новых правил до тех пор, пока не научишься исполнять старые. Вот эти правила жизни Толстой записывает в дневник, пытается им следовать, когда удается, когда не удается, пытается потом контролировать себя. Значит, сначала это были просто отдельные тетради правила жизни, а потом они уже стали появляться в его дневнике. И таким образом у Толстого приходит понимание того, что ему необходим дневник. И вот в марте 1847 года Толстой оказывается в университетской клинике. И он начинает писать дневник на первых страницах, которые он пишет. Я давно хотел вести дневник, но все не получалось начать его. Теперь по дневнику я смогу следить за своим развитием. Я уже давно поставил ногу на более высокую степень и никак не удавалось поднять туловище на эту ступень. И вот, когда Толстой вышел из клиники, то жизнь потекла по-старому. Снова встречи, снова общение, снова разговоры. И Толстой горестно записывает, как хорошо, когда я был один, и когда ничего меня не отвлекало от этого самосовершенствования. И как сложно, опять же, на самом деле реализовывать это, когда вокруг тебя другие люди, когда вокруг тебя жизнь. Но все это, правила жизни, журнал ежедневных занятий, дневник, который мы называем дневник молодости Толстого, это все то, что помогало ему встать на путь самосовершенствования и, самое главное, осознать этот путь как свою самую главную задачу. И тогда Толстой решает, что ему необходимо оставить университет. Причин было несколько. Одна причина это как раз необходимость вот этого движения и все, что сковывает это движение. А университет, безусловно, сковывает, потому что это экзамены каждые полгода, это определенные занятия. И хочешь ты или не хочешь, ты не усвоил этот курс, но ты обязан идти дальше. Тебе очень интересует этот курс, ты хочешь дальше этим заниматься, но время кончилось на него, ты сдаешь экзамен и приступаешь к другим курсам. То есть университет в какой-то мере для гения это сковывающая система. Это первая причина. Вторая причина состояла в том, как это не парадоксально, потом отмечал Толстой, в том, какую работу дал ему Мейер. И эта работа с ее самостоятельностью, с ее необходимостью, с тем, что необходимо было думать и размышлять, эта работа тоже показала Толстому, что он должен выйти на какой-то другой, самостоятельный, свободный путь. Ну и, наконец, третье, это то, что Толстой стал совершеннолетним, все в семье ждали этого, потому что он младший. Сестра в 46-м году вышла из Родионовского института, вышла замуж и уехала из Казани, а вот раздел имущества осуществляется между братьями. И вот Толстой достигает совершеннолетия, и состоялся раздел имущества, по которому Толстой получает ясную поляну. И в нем неумолимо совершенно растет желание попробовать на практике, попробовать реализовать свои представления о том, каким должен быть хозяин, попробовать быть хозяином своим крестьянам. И в нем созревает желание оставить Казанский университет. Поэтому мы ничего не можем говорить о том, что Толстой шел из университета из-за неуспеваемости, или Толстого выгнали из Казанского университета, потому что на самом деле все было совершенно по-другому. из работы в работу, из сайта в сайт, в интернете переходит информация о том, что Толстой сидел в карцере за непосещение занятий. Скорее всего, Толстой оказался в карцере на втором, может быть, курсе юридического факультета, потому что оценки ставились за прилежание и за успехи, и если он был в карцере, то высокой оценки он получить не мог. И, соответственно, на первом курсе у него нигде нет низкой оценки за прилежание. Скорее всего, это было опоздание на занятия, и это были воспоминания Валияна Назарева. Вот, очень удобные для какой-либо сенсации воспоминания, и Назарев говорил о том, что граф приехал в университет поздно, опоздал на занятия, и таким образом они вместе оказались в карцере. И там граф начал громить историю и преподавателя истории. Толстой прочитал эти воспоминания. Это удивительная ситуация, когда Толстой при своей жизни уже читал первые воспоминания о себе, прокомментировал большую часть как ложь. Сын его пытался, один из сыновей, хотел написать опровержение, но Толстой сказал, что это бесполезно. Он вообще предпочитал опровержение на ту ложь, которая в периодической печати о нем появлялась. Опровержение не писать, потому что считал, что это бессмысленно. Какую-то сенсацию публикует на первой странице, опровержение мелким шрифтом на последней. Но частично он согласился с воспоминаниями Назарева, а про большую часть сказал, что это ошибка. И действительно, Назарев воспоминаний говорил о том, что какие-то казанские дамы приступили к страшному профессору и просили его не ставить единицы молодому очаромательному графу. И Толстой был некрасив, но обаятелен. И когда Толстой взял билет, он краснел, молчал, потом этот билет положил, и профессор поставил ему нуль. Надо же, как выкрутился, зашептали в аудитории. На самом деле, вот от этого экзамена ведомости сохранились, и мы узнаем, что нуль профессор поставил самому Ильяну Назарева. Вот так вот пишутся достаточно часто воспоминания. А нуля за экзамен у самого Толстого никогда не было. Итак, Толстой решает оставить университет. Он провел в Казани очень важные годы своей жизни. И мы должны помнить о том, что приехал он сюда сиротой, и однажды он записал в дневнике, это будет уже позже, в 50-е годы, что я такое. И дальше он очень грустно размышляет о том, что он без правил, без соответствующего воспитания, без родителей. И поэтому перед ним всегда очень остро стоял вопрос, а как жить дальше, как построить свою жизнь, как организовать свою жизнь. Мы должны помнить, что действительно это молодой человек, который оказался в Казани вот круглым сиротой. И вот это вот ощущение сиротства, оно действительно в нем было очень сильным, несмотря даже на обаятельного дядюшку и, в общем, любящего его тетушку. И вот он, уезжая из Казани, составляет для себя целую программу, которую он хочет следовать для того, чтобы воспитать себя, чтобы вот какое-то свое чувство ущербности вот преодолеть. Там было много пунктов. Там и изучить сельское хозяйство, там и изучить математику, там и сдать университетские экзамены и так далее. Много из этого не реализовалось, а много очень было сделано, потому что Толстой научил себя работать и учиться по книгам, не только по университетской программе, а прежде всего самостоятельно и по книгам. К тому моменту братья Толстые уже снимали отдельную от тетушки квартиру. Это был флигель дома Питонди. Флигель этот сохранился, сейчас он реставрирован. Там собрались друзья, по традиции, небольшой пирушкой провожая студента, которые уходят из университета. Опять же, по традиции того времени Толстой должен был посетить ректора университета, к тому моменту им был Иван Михайлович Симонов и исполняющего обязанности попечителя Казанского учебного округа Лобачевского. Об этом визите тоже сохранились воспоминания, и Толстой тоже успел их прочитать, и якобы Лобачевский тоже отметил ум и способности молодого человека. Толстой, правда, когда читал воспоминания, он удивился, сказал, где уж, опять же, он это заметил, это странно, но Толстому на пути попался еще один замечательный совершенно педагог. это был Лобачевский, увидевший вот в Толстом тоже совершенно неизоврядные способности. И вот с этим напутствием Толстой покидает Казань. Покидает не навсегда, он несколько раз еще потом будет в Казани, в 1851 году, когда вместе с братом будет ехать на Кавказ. Неоднократно он будет проезжать через Казань в 70-е годы, поскольку он будет ехать на пароходе в свои самарские земли, в свои самарские имения. Окончательно так, метафорически, последний раз Толстой окажется в Казани в 1908 году, уже не лично, но, как я уже сказала, метафорически, когда он будет избран вопреки возмущению людей, близких к православной церкви, он будет избран почетным членом Казанского университета, и портрет его окажется в том самом актовом зале, где он неоднократно сдавал экзамены, и где проходили живые картины, то есть благотворительные спектакли в пользу неимущих студентов университета. И, став почетным членом Казанского университета, Толстой остался здесь навсегда. Всего доброго! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok